Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас в гостях «Целебная кулинария» шоумен Михаил Гребенщиков. Здравствуйте, Геннадий Петрович. И начинаем нашу программу «Целебная кулинария». Она не только о еде, но и во всем, что касается здоровья человека. Я предлагаю сделать… Любишь вообще покушать? Очень. И сегодня у меня много вопросов. Например, макароны. Люблю их с детства. Можно ли их есть правильно, с пользой для тела? Потому что сейчас очень многие люди волнуются, что вот едят мучное, полнеют. Вот. Ко мне-то это не относится. Я как бы все время в каком-то в одном весе и очень много ем. Это хорошо. И в три часа ночи ем очень много. И в четыре. И могу не есть. Вот. Могу есть. Вот. Но иногда хочется хороших макарон, так сказать. Да. И сделаем как раз хорошие макароны. Хорошие макароны должны у нас готовиться из сортов твердой пшеницы. И знаешь почему? А есть мягкие? Оказывается, да, и мягкие есть. В чем разница? Оказывается, разница в том, что в твердых меньше клейковины. Клейковина это такое вещество, которое, ну, Бог говорит, забивает наш желудочно-кишечный тракт. Далее она всасывается в кровь, забивает, значит, что слизь только выводится через легкие. То есть это предрасположенность к бронхолюгочных заболеваниям. Плюс мерзнут руки, ноги из-за того, что вот эта слизь закупоривает капилляры. То есть вы об этом знаете? Какие зря макароны не едите? Да. Соответственно, у вас там все желудочно-кишечный тракт. Нормально работает. Такое, чтобы нормально работало, как раз мы приготовим вот эти вот и макарончики. С твердых сортов пшеницы. Вот они. Без вот этой вот слизи. То есть на упаковке должно быть написано. Из твердых сортов пшеницы. И очень хорошо, когда крахмалистая пища сочетается с овощами. Не с фруктами, а вот именно с овощами. Нейтральными. Какие нейтральные? Это будет у нас морковочка великолепная. Это у нас будет цукини. Кстати, лучок, когда мы его обжарим, он потеряет жгучесть и он привлечет сладость. Прекрасно сочетается. То есть это связано с макаронами все? Да. И это все мы соединим в одно блюдо. И у нас получится вкусное, полезное блюдо, которое будет способствовать тому, что человек не будет поправляться. А наоборот будет чувствовать силу, здоровье. Делаем его. Давайте. Потихонечку, значит, Михаил, можешь взять потихонечку сюда. То есть помидорка тоже здесь участвует? Да, да, да. Порезать помидоры. Да, сюда их потихонечку. А я тем временем буду делать соломочку. Нарезать морковочку. Помидорчик можно тоже какой-нибудь соломочкой. А это же будет все кипятиться. А вот смотри, действительно, если это все будет кипятиться, значит, все, что тут было полезного, естественно, испарится. И толку будет мало. Нам надо щадящая обработка, чтобы она нагрелась. Кстати, сейчас холодное время года. Холодное время года. Против него как можно бороться? С помощью пищи. Теплой. Да. Если пища будет теплой, а вот возьмем морковку. Возьмем морковку. Самое интересное, да? Где она зимует? Земле. Где? Земле. Как она зимует, если ее выкапывают осенью? Ну, вообще, если ее не успели выкапать, она зимует весне. То есть, по природе она там должна быть, да? И вот, оказывается, а весной она только раз и начинает расти. Тем самым, тем самым, самое интересное, она от неблагоприятных условий борется тем, что в ней есть особая внутренняя теплота. Поедая в сыром виде морковку, мы тем самым приносим теплоту в свой организм. За счет цвета она уже действует. Рыжий цвет. Разогревает. Как проверить? Что он разогревает? Угу. Просто-напросто съесть. Ну, а как это? Заметится, что градус температурный, тело вырастет. Это говорит о том, что будешь чувствовать себя более-менее комфортно. То есть, съел какую-то пищу, вот чувствуешь, что-то какое-то пищеварение не то, что-то там какая-то зябкость или еще. То есть, после действия, после приема пищи. Угу. А тут этого не будет. Угу. Так, нарезаем. Ну, желательно для того, чтобы, так как это спагетти длинные у нас, мы их нарежем более, более так. А вот помидор. В чем заключается отличие помидора от морковки? Он где растет и какой это продукт? Ну, я слышал, что бестолковый. Бестолковый, да? Он растет на поверхности, он растет летом. И летом что он делает? От высушивания он борется тем, что сам себя оводняет и охлаждает. То есть, этот продукт очень хорошо есть летом, в сыром виде, он тогда будет охлаждать наш организм. А если мы его будем есть зимой, в сыром виде, тем самым мы внесем в наш организм холод, прохладу, нарушим пищеварение, и нам станет не по себе. Поэтому обязательно мы его термически обработаем и в теплом виде съедим. А есть ли такие блюда, которые можно есть зимой, но тепла от них нет? Соответственно, может, их и есть не надо? Нет, блюдо, конечно, есть. Ну, фрукт какой-нибудь, вот, ешь орех, например, а с него ни холодно, ни жарко, например, зимой. Нет, орех будет немножечко разогревать. Почему? Потому что он вообще сохраняет теплоту, а с него идет жизнь. Ух ты, какая остренькая. С него, допустим, вырастает ореховое дерево, в конце концов, то есть там находится жизнь. И он за счет своей маслянистости зимой будет вытеснять сухость и холод, которые мороз в наш организм. Очень хорошо есть сало, очень хорошо есть соленое. Вот соль приносит теплоту. Соль сразу, если пол чайной ложки взял, вот сразу. Жарко будет. Ну, а, конечно, не следует... А, вот я вообще не ем соль. Как вы думаете, это плохо или хорошо? Ну, в смысле, у меня нету рецепторов. В смысле, у меня все равно, перчено это или солено. Или сахар тоже у меня как-то есть он или нет. Это как можно? Сахар, если нет. Давай насчет соли. Да. Значит, соль. Она принципиальная, ее есть надо? Сейчас скажу, соль. Она в том или ином виде обязательно присутствует в тех или иных продуктах. То есть в морковке есть натрий, натрий хлор, да? В луке есть, в цукини есть, в том же помидоре и в тех же макаронах он присутствует. И оказывается, его вполне достаточно для того, чтобы все это работало. Но иногда, иногда, все-таки, вот особенно животные, вроде бы они действительно тоже там едят свой этот, ну там, траву у слоны или еще там, антилопы там и прочее, прочее. Но тем не менее, раз в год все они отправляются к солончакам и лижут соленую землю. То есть пополняют себя вот этими вот, будем говорить, такими микроэлементами, которые содержатся именно там. Оказывается, все-таки не хватает. Поэтому, если будет соли мало в организме человека, значит что? Могут пучки не работать. Могут быть слабое пищеварение. Потому что вырабатывается соляная кислота с натрием, в основном с хлора, соляная кислота. Поэтому, чувствуешь, что соли там не хватает, да съешь. Потому что, действительно, чувство вкуса нам и подсказывает, каких микроэлементов у нас не хватает. Так, это я подрезал, да? Теперь лучочек я подрезаю. Что касается сахара. А вот сахара, сахара лучше какие-то продукты, которые содержат натуральные углеводы. Например, в шиники. И в чем разница? Вот, допустим, если мы, скушай, скушай. Вот смотри, если мы съели сахар, оказывается, сахар сушит наш организм. Удивительно, да? Вот знаешь, будем говорить, когда не усваивается сахар, там, при сахарном диабете, там, вместо крови течет какой-то сахарный сироп. Вот, что крайне, крайне вредно, и человеку, человек испытывает жажда, хочет пить, и пить, и пить, и пить. Вот, поэтому, и вдобавок еще, что такое сахар? Сахар не содержит ни клетчатки, он не содержит других веществ, которые нужны для нашего организма. Париж, пожалуйста, соломочка, я тут попку отрежу, чтобы она не мешала. Как продукт называется? Это называется цукини, он похож на тыкву и обладает примерно теми же свойствами, особенно целебными свойствами. А где растет? У нас растет. В России? Да, выращивают в России. Я думаю, что это выходец, как и тыква из где-то Средней Азии, там, ну, теперь уже все тут выращивается у нас. Лучше его особо не очищать, брать молодой цукини. Вот, надо тут резать. Режем тонкой соломкой. Так, непросто, смотри, нож острый. Кстати, много, в основном, вот в овощах, вот, типа тыкви, типа цукини, даже в огурцах, которые, если их есть с кожурой проверенные, очень хорошо растут волосы, ногти. Поэтому это блюдо еще будет способствовать тому, что делает нас красивыми. Некоторые люди есть, у кого не растут ногти? Ногти могут быстро расти, ногти могут, ну, медленно расти. Так, немножечко чесночка. Вот, чуть-чуть. Так, ну что, подошло время, теперь вермишель, вот у нас вода кипит. Опа, клади, Миша. Вот так прям? А-а-а, клади, да. Включаем сковородочку. Наливаем масле, кстати, на каком масле лучше всего жарить? Ну, на подсолнечном, наверное, или оливковом? Подсолнечном, да, оливковом. Ну, это как оно должно быть? Некоторые говорят, первого отжима нерафинированное, другие говорят, что оно должно быть рафинированным. Как ты думаешь? Да, вы знаете, я все время слушаю какие-нибудь такие советы, где-нибудь по какому-нибудь, каналу говорят. Я думаю, блин, я, наверное, стану умнее, пойду в следующий раз в магазин и куплю какое-то там было рафинированное или нерафинированное. Все равно происходит одно и то же. Я подхожу, смотрю, ну, много подсолнечного масла и беру, вот, какая-нибудь наклейка понравилась. Так, теперь мы сюда на сковородочку кладем морковочку, положенную, порезанную у нас соломкой. Кстати, морковки никогда много не бывает. Очень полезная вещь. Во всех отношениях. А это как-то будет перемешиваться с макаронами? А когда мы сварим, действительно, мы тогда сделаем, перемешаем с макарончиками, у нас получится теплое блюдо, которое очень хорошо есть в холодное время года. Но мы так сделаем, что они будут примерно полусырые. То есть все витамины здесь сохранятся. Вот, например, какой-нибудь самый вредный продукт в холодное время года, чтобы... В холодное время года самый вредный продукт, который вызывает простуду, это будет мороженое. Понял. И знаешь, почему именно мороженое будет? Потому что первое, значит, особенно когда зима сырая, значит, это является свеобразующим продуктом. Потому что мороженое, особенно пломбир, содержит жир, оно охлаждает. И в результате все охлаждает и создает слизь. Поел мороженое, ну, допустим, так пачки три уж, если там пломбирочка какой-нибудь, точно простуда будет. Поэтому зимой мороженое нежелательно есть. Как? Понравилось цукини? Да, я вообще никогда не ел цукини, как-то же. Ну, вообще много. Пропустил много. Которые очень полезные. Здесь мягкая клетчатка, которая способствует тому, что, с одной стороны, впитывает разные шлаки, которые вырабатываются в желудочно-кишечном тракте. С другой стороны, здесь минеральные вещества, которые способствуют росту ногтей, кожи, волос. Миша, продолжим. Сейчас надо все это, закладочку нам сделать. Так, помидорчики, смотри, они должны быть теплыми. Холодными помидорами сейчас есть нельзя, потому что они будут околожать организм и вызывать. Давай я помешаю. Помешай. Так, теперь я беру макарончики. Они у нас готовые. Так, раз. Водичка нам не нужна, мы ее сливаем. Да, главное, не обжечься, а то будем рассказывать, как лечить ожог. И ожог. В прямом усилии. И ожог все есть. И от ожога хорошее средство есть. Кстати, от ожога, особенно, небольшой. Вот когда небольшой ожог, очень хорошо помогает куриная пленочка. Разбиваем яйцо сырое. И вот там как раз прилегает пленочка. Вот эта. Ее только отдираем и как пластырь. Раз, и залепили. Жень. Вот сюда. Опа. О, какая. И теперь еще мы сюда добавляем зелень, чтобы она была теплая. Потому что вся эта зелень растет у нас наверху. И она борется от высушивания тем, что охлаждает сама себя. А нам сейчас не надо. Так, теперь добавим еще чесночка сюда. Угу. Вот. Так, чесночка мы сюда добавили. Еще разок перемешаем. Кстати, и вот питание, питание, вот как раз мы и он. Если бы мы взяли бы макароны, да съели бы с мясом, то что у нас получилось бы? У нас получилось, что это тяжелый продукт, который бы вызвал загустение крови. Там образование желчи. Знаешь, что еще как древние говорили? Образуется дурная желчь. Что там черная, то еще там какая-то. Вот. И в результате наша печень забивается, плохо фильтрует. И начинаются различные проблемы. В первую очередь с кровообращением. Угу. Как только мы все это почистили и вот придерживаемся такого питания. А какое подсолнечное оливковое масло есть надо? Да, оливковое масло в салатах лучше всего использовать нерафинированно. Там больше различных веществ полезных для здоровья. А вот если мы что-то хотим жарить, то надо только рафинированно. Потому что при термической обработке вся эта, то что, ну будем говорить, не очищенность, она начинает гореть. И образуется у нас оливка. А печень каким чистить маслом-то? Вот оно какое-то там пережатое. Оливковое. Одинаковое оливковое или бывает разное оливковое? Лучше всего горчичное масло. Горчичное масло оно само по себе такое оказывается теплое. И лучше, будем говорить, очищает и прочищается. Ну что, пробуем? Да. Так. А что, мне лично понравилось. Да, так просто и со вкусом. Рюмашечку бы, да? Рюмашечку. Ну да, для того, чтобы запальный аппетит еще появился. Ну, целебная кулинария подразумевает настойки. И о том, как приготовить настойки. Вот это хорошая тема. По яичникам мы поговорим следующее. И, возможно, пригласим Михаила для того, чтобы на глазах... Продегустировать, да. И продегустировал. Да. Можно чуть-чуть больше соли. Можно какую-нибудь, знаете, пасты там еще там такое. Получается хорошее блюдо. Полезное, легкое и приятное. Очень. Кушайте на доброй здоровьице. Спасибо, Геннадий Петрович. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч.